Айзек Азимов. По образованию биохимик. Всемирно известный писатель-фантаст, популяризатор науки. Автор таких научно-фантастических книг, как «Я робот», «Трилогия основания», «Стальные пещеры», «Обнаженное солнце», «Сами боги» и многих других. В англо-американской литературной традиции Айзека Азимова вместе с Артуром Кларком и Робертом Хайнлайном относят к большой тройке писателей-фантастов. Азимов написал большое количество научно-популярных книг по химии, физике, астрономии, биологии, математике, истории, литературоведению. Среди них. Биографическая энциклопедия по науке и технике. Вид с высоты. Краткая история биологии. Язык науки. Нейтрино. История Англии, от ледникового периода до великой хартии вольностей. Путеводитель по Шекспиру, и многие другие. Азимов является автором около 500 произведений. Рэй Брэдбери. Американский писатель. Известен как автор антиутопии 451 градус по Фаренгейту, цикла рассказов «Марсианские хроники», частично автобиографической повести «Вино из-за дуванчиков» и многих других произведений. За свою жизнь Брэдбери создал более 800 разных литературных произведений, в том числе несколько романов и повестей. Сотни рассказов, десятки пьес, ряд статей, заметок и стихотворений. Его истории легли в основу нескольких экранизаций, театральных постановок и музыкальных сочинений. Брэдбери традиционно считается классиком научной фантастики, хотя значительная часть его творчества тяготеет к жанру фэнтези, притчи или сказки. Айзек Азимов родился в небольшом местечке Петровича около Смоленска. Когда мальчику было три года, семья переехала в Америку. Рос в Бруклине, в Нью-Йорке. В пять лет научился читать. После окончания десятого класса в 1935 году 15-летний Айзек Азимов поступил в Сэтлоу Джуниор Колледж. Но в 1938 году этот колледж закрылся. Азимов поступает на химический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке, где получил в 1939 году степень бакалавра, а в 1941 году магистра по химии и поступил в аспирантуру. С октября 1945 года по июль 1946 года Айзек Азимов служил в армии. Затем вернулся в Нью-Йорк и продолжил образование. В 1948 году окончил аспирантуру, получил степень доктора биохимии и поступил в постдокторат как биохимик. В 1949 году он устроился преподавателем на медицинский факультет Бостонского университета, где в декабре 1951 года стал ассистентом, а в 1955 году – доцентом. Фантастикой Азимов увлекся в детстве. После того, как в руки девятилетнего мальчика впервые попал один из выпусков научно-фантастического журнала Amazing Stories, он стал запоем читать научную фантастику. В 1939 году, в том же журнале Amazing Stories появился его первый научно-фантастический рассказ «Брошенные на вести». Богатое воображение и широкая эрудиция вскоре позволили молодому писателю войти в число ведущих американских фантастов. Длительное время он совмещал научную работу с созданием фантастических произведений, но в конце концов в 1958 году оставил университет и целиком посвятил себя литературной деятельности. Я-робот, представляет собой сборник рассказов, давно ставших для любителей фантастики классикой жанра и оказавших большое влияние на современную научно-фантастическую литературу. Повествование сборника построено в форме интервью с доктором Сьюзен Келвин в 2057 году, в котором она делится воспоминаниями о своей работе на должности штатного робопсихолога в корпорации US Robots and Mechanical Man Incorporated, мирового лидера в производстве позитронных роботов. Общая идея, объединяющая рассказы сборника, это разрешение проблем, связанных с роботами, которые можно отнести к столкновению железной логики законов робототехники и человеческого фактора. Именно в этом сборнике Азимовым были сформулированы ставшие широко известными три закона роботехники. Три закона роботехники. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. Азимов о трех законах. В хороводе, рассказе из сборника «Я робот». Я впервые детально разработал и записал три закона роботехники, и они тоже стали знаменитыми. Во всяком случае их цитируют к месту и не к месту. А люди, работающие над созданием искусственного интеллекта, случалось, говорили мне, что по их мнению три закона отличная инструкция для них. Основание, другой вариант перевода, Академия, Фаундейшн. Цикл из семи научно-фантастических романов Айзека Азимова, первоначально состоял из трех книг, позже были написаны еще четыре, из них две предваряют хронологию описываемого мира. В 1966 году трилогия удостоилась специальной премии Хьюга за лучшую фантастическую серию всех времен. Действие основания начинается в Галактической империи, сверхгосударстве, охватывающем весь Млечный путь. Математик Селдон с помощью разработанной им науки психоистории предсказывает неизбежное падение империи и наступление темных веков. Селдон создает основание, организацию, которая должна в соответствии с рассчитанным на тысячу лет вперед планом Селдона сохранить и возродить цивилизацию. Прототипом основной трилогии послужила знаменитая история упадка и разрушения Римской империи английского историка Эдварда Гиббена, написанная в XVIII веке. Сами боги, The Gods Themselves, 1972 год. Книга состоит из трех частей, названия которых, будучи перечисленными друг за другом, составляют известное высказывание Фридриха Шиллера, против глупости сами боги бороться бессильны. Из драмы Орлеанская дева. В 1973 году роман был удостоен высших наград, которыми в США отмечаются лучшие научно-фантастические произведения, премиями Небюла и Хьюга. В нем Азимов выступает ярым противником одностороннего развития науки и техники. По его глубочайшему убеждению, прогрессивные изменения в общественном сознании возможны только тогда, когда достижения науки используются исключительно в гуманных целях. Цель научной фантастики, считает Азимов, сознание того, что наука может менять современное общество, и желание узнать, в чем будет заключаться очередная перемена. Недаром роман «Сами боги» открывается посвящением человечеству в надежде, что война с безрассудством все-таки будет выиграна. Рэй Брэдбери родился в городке Уокаган, штат Иллинойс. Во время Великой депрессии в 1934 году семья Брэдбери переехала в Лос-Анджелес, приняв приглашение родственника семьи. Там Рэй в 1938 году окончил среднюю школу. Из-за затрудненного материального положения семьи, денег на высшее образование не было. И Брэдбери так и не смог поступить в колледж. Но отсутствие дальнейшего образования не сильно помешало ему в жизни. О чем писатель упомянул в своей статье, как вместо колледжа я закончил библиотеку, или мысли подростка, побывавшего на Луне в 1932. В дальнейшем Брэдбери говорил. Меня воспитали библиотеки. Я не верю в колледжи и университеты. Я верю в библиотеки, потому что у большинства студентов нет денег. Я закончил школу во времена Великой депрессии, денег у нас не было. Пойти учиться в колледж я не мог, и я ходил в библиотеку три раза в неделю в течение десяти лет. С самого детства Брэдбери много читал, начал сочинять в подростковом возрасте и уже тогда решил, что станет писателем. В 1937 году Брэдбери вступает в Лос-Анджелесскую лигу научных фантастов. Началась изнурительная, но радостная работа. Копился писательский опыт. Мастерство росло с каждым новым произведением. И главное, Рэй Брэдбери нашел свой стиль. Перенести на бумагу то, что чувствуешь. Вот что значит стиль, свидетельствует Брэдбери. Все остальное, не более чем крем на торте, украшения, декор. Некоторые думают, что стиль – это фантазия. В действительности стиль – это правда. Даже если моя правда состоит в том, чтобы слышать, как кричат динозавры. Если вы разовьете свои пять чувств, то вы сможете воздействовать на людей. Вы сумеете передавать им вкус вещей, их форму и цвет. Самые невероятные ощущения. Вы сможете придумывать фантастические истории. Логика чувств убедит человека, что все это реально. С 1939 года Брэдбери стал издавать мимиографический журнал «Футурия фантазия», в четырех выпусках которого за 1939-40 годы попытался передать свои эмоциональные предвосхищения будущего. В 1946 году появляется первая из марсианских хроник – рассказ «Миленнолетний пикник». В 1950 году выходит сборник марсианских рассказов, составивший роман «Марсианские хроники», который стал первым настоящим коммерчески успешным литературным творением Брэдбери. В 1951 году публикуется микроповесть «Пожарный», из которой в 1953 году вырастает знаменитый роман «451 градус по Фаренгейту». Марсианские хроники и «451 градус по Фаренгейту» прославили 33-летнего Брэдбери на весь мир. Рэй Брэдбери. Марсианские хроники, 1950 год. Научно-фантастический роман Рэя Брэдбери, принесший автору широкую известность. Фактически содержание книги представляет собой нечто среднее между собранием коротких историй и эпизодических новелл, включая ранее опубликованные в литературных журналах во второй половине 40-х годов рассказы. В марсианских хрониках отражены основные проблемы, волнующие американское общество в начале 50-х годов. Угроза ядерной войны, тоска по более простой жизни, реакции против расизма и цензуры. 451 градус по Фаренгейту, 1953 год. Научно-фантастический роман «Антиутопия». Роман описывает американское общество близкого будущего, в котором книги находятся под запретом. Пожарные, к числу которых принадлежит и главный герой, сжигают любые найденные книги. В ходе романа герой разочаровывается в идеалах общества, частью которого он является, становится изгоем и присоединяется к небольшой подпольной группе маргиналов. Сторонники которой заучивают тексты книг, чтобы спасти их для потомков. Название книги объясняется в эпиграфе. 451 градус по Фаренгейту, это температура, при которой воспламеняется и горит бумага. В книге содержится немало цитат из произведений англоязычных авторов прошлого, таких как Уильям Шекспир, Джонатан Свифт, и других, а также несколько цитат из Библии. Рэй Брэдбери. «Вино из одуванчиков», 1957 год. «Вино из одуванчиков», произведение, выделяющееся среди литературного творчества Рэя Брэдбери, личными переживаниями писателя. Это во многом автобиографическая книга. Главный герой, мальчик по имени Дуглас Сполдинг, является аллюзией на Брэдбери. Дуглас, это его второе имя, а Сполдинг, девичья фамилия его бабушки по отцу. Действие происходит летом 1928 года в вымышленном городе Гринтауне, штат Иллинойс, прототипом которого является родной город Брэдбери, Уокаган. В центре сюжета братья Сполдинг. Дуглас 12 лет и 10-летний том. Повесть состоит из вереницы историй, приключившихся в маленьком городке за три летних месяца с братьями, их родственниками, соседями, друзьями, знакомыми. Дедушка Тома и Дугласа каждое лето готовят вино из одуванчиков. Часто Дуглас размышляет о том, что это вино должно хранить в себе текущее время. Те события, которые произошли, когда вино было сделано. Вино из одуванчиков. Сами эти слова, точно ли это на языке? Вино из одуванчиков, пойманное и закупоренное в бутылке лето. Другая лето. Другая лето. Другая лето. Другая лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова